Массированность этой обороны и отсутствие каких-то атак Высокий навес на Манчини, удар, вот это да, и прыжок На самом деле, давайте посмотрим сейчас повтор этого удара Манчини При том, что состав все равно не сыгран и не может быть сыгран на этом этапе Спинацело на краю штрафной, а где Ньонто, пока не в кадре, но пас на Борелло через центр Борелло бьет, Борелло забивает девятку, хотя коснулся мяча Дибус, но это 1-0 пользу Италии Чезена взрывается овациями И, наверное, справедливо, что Борелло самая основная игрок, если можно так выразиться в этом составе, забивает Конечно, тут надо отмечать, скорее, даже не передачу Спинацело, а кто пропустил В Пелегрине, да, наверное, пропустил Манчини на Аполитано Опять под правом Да, но здесь уже на скорости, здесь справа он будет играть совсем близкого расстояния Поэтому и дать на Италии, В Пелегрине Третий момент, говорят Это смелость в Пелегрине Ну, наверное, да В разном смысле можно на это сетовать На то, что разыгрывают коротко, попадают под прессинг На то, что уходят вперед, может быть, если не к чужим воротам, то в середину Ключо прокатится дальше на Пелегрине Да, ну, конечно, вот один в один Третий раз обыгрывает Политано Еще несколько раз пытался Он показывал, что надо кого-то подозвать Да, разбивает прессинг венгров-итальянцев И очень опасная сейчас атака Вообще не встречают Политано Долго-долго не встречали перекладина Перелетел мяч вратаря Ньонто добавит Убрал себе под левую Заблокировали пока Борелла Сильнейший удар, причем по дуге Как раз мяч и облетел Дибуса Очень удачно Рикошета не было на этот раз Стайлз Сразу направо на Фиолу Оказывается, проходило И хорошая передача с левой ноги Дальше Фиола крутит И автогол Автогол Манчини Штрафной Но Манчини посчитал для себя нужно реагировать Наверное, и это правильно Но надо было И вот он, финальный свисток Венгры выиграли второй тайм у Италии Но забили, во-первых, не сами